Если в Сити есть свято. Посмотрите, как все происходит в Республике Беларусь. Там, первое, смертная казнь. Второе, там при попытке поджога релейного шкафа, двоих просто на месте радостно завалили. Тут же. Сильно никуда не фишируя, сарафанное радио на всю Беларусь моментально все разнесло. Больше поджогов релейных шкафов Беларуси нет. Проблема решена. Перенимать практики лучших. Ну, наверное, что-то надо делать. Ну ты дебил. На мой взгляд, это вообще весьма актуально. Применять высшую меру наказания в отношении тех, кто совершает подобные террористические акты. Тем более в стране, которая... У нас война идет. Война, о которой мы говорим, что она судьбоносная. Че же мы? Ну, у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете. Хотя, иногда, ну, вы понимаете, что я имею в виду. Во время президентства Владимира Владимировича умрут не своей смертью многие. Независимые журналисты, политики, люди, которых в Кремле сочтут предателем. Одних устраняют внутри страны, других за пределами России. Способы убийства тоже самые разные. Выстрелы в голову, спину, пытки и, конечно, отравления. Юрий Щекочихин, Роман Цепов, Александр Литвиненко. Эти люди будут отравлены еще в нулевые. Тогда же внутри ФСБ начнет формироваться группа отравителей. За несколько лет чекисты-убийцы обзаведутся целым отделом, устраняющим врагов. Часть из этих людей, они становятся частью этой группы в четвертом году. Но первые четыре года они занимаются исключительно чеченцами и, ну, и там, смертниками и так далее, которые взрывали чего-то или пытались взрывать. С восьмого года мы уже видим, что они начинают уже по правозащитникам работать, по политическим ягодам и так далее. Поэтому я считаю, что группа террора, отравителей, она, ну, реально, год рождения, это в восьмом году. Ну, тогда мы видим вообще создание новой группы для международного террора внутри ГРУ, которая начинает по всем странам отмездить и там пытаться уничтожать врагов России. Знаковой стала попытка Кремля отравить Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ, и его дочь Юлию в 2018 году. Британские химики провели экспертизу, оказалось, травили новичком, запрещенным химическим оружием. Дальше полиция показала фотографии убийц. После подключились журналисты из «Инсайдера», «Беренкет» и «СиАйТи». Они подтвердили отравители сотрудники ГРУ. Все указывает на то, что такие убийства согласовывает лично Путин. Я говорю о такой консистентной, долгосрочной, индустриального масштаба системы, которая не может быть несанкционирована Кремлем. Потому что, если это был бы один год или полгода, ну да, можно было бы какой-то проект на уровне Бортникова или даже ниже. Но когда идет речь о больше 10 лет, система, которая получает большие зарплаты, системы, которая интегрирована с учеными в государственном институте «Сигнал», просто невозможно, чтобы это не было одобрено Путину. Все станет совсем очевидным в 2020 году. 20 августа главному критику и противнику Путина Алексею Навальному станет плохо в самолете. Искусственная кома, транспортировка в немецкую клинику «Шарите». И снова следы новичка. Попытка отравить Навального была не только преступлением Путина и его окружения, но и роковой ошибкой. Дальше ФБК вместе с «Беренкет» опубликуют расследование. Алексей сам покажет всех своих убийц. По телевизору об этом точно не расскажут. Особенно учитывая то, что приказы этой группе дает президент России Владимир Путин. Расследовав свое отравление, Навальный буквально открыл портал и к другим убийствам и покушениям. Вскоре «Беренкет» и «Инсайдер» расскажут, что банда отравителей пыталась убить писателя Дмитрия Быкова, политика Владимира Крамурзу. Им повезло выжить, в отличие от кавказских активистов Тимура Куашева и Руслана Магомедрагимова, а также политика Никиты Исаева. А мы пока по телевизору все продолжаем рассказывать о нас великих, о том, как мы всех бомбим, а внутри тасуем какое-то правительство, каких-то губернаторов, обманываем физически людей. Они смотрят на нас, смотрят в глаза каждому из вас и спрашивают, ребята, вы о чем? Вы кто? Вы зачем? Вы посмотрите, как мы живем. Что вы нам здесь украинские флаги какие-то показываете? По словам Христа Грозева, именно деградация спецслужб во время правления Путина позволила вскрыть организованную группу убийц. Причина этой деградации – коррупция чудовищных масштабов. Еще одно – преступление Путина. И олигархи все путинские на Западе живут. Усманов, Дерипаска, Абрамович. Список Форбс русский, а живут почему-то где угодно, но не в России. Если что-то действительно принадлежит Путину, важно не на кого это записано, а кто этим управляет. Коррупция – это основа путинской системы управления. Сам Путин является одним из самых, ну даже не одним из самых, наверное, это явно чуть-чуть его приукрасит, если я так буду говорить. Он реально самый большой коррупционер во всем мире. Это самый богатый человек в мире. И он устроил свою власть так, что люди, которые ему подчиняются, они лояльны только благодаря тому, что он дает им воровать, дает им строить дворцы. И, как мы сейчас прекрасно видим, когда надо в каком-нибудь РЖД или другом государственном ведомстве, другой какой-нибудь госкомпании набрать людей, чтобы буквально ехать умирать, все эти люди, которые в прекрасном каком-то идеальном мире должны отвечать за своих сотрудников, все они покорно соглашаются и отправляют десятки тысяч людей буквально умирать, буквально на смерть. Россия самая коррумпированная страна, если сравнивать с другими государствами со схожим уровнем развития. Сейчас в России есть все виды коррупции. Бытовая, административная, политическая или верхушечная. Ее также называют гранд-коррапшн. То есть больше всех воруют главные лица государства. Сам Путин любит рассказывать, что страну обобрали в 90-х подлые олигархи. Но сам он выстроил куда более порочную систему. Если мы вспомним какие-то старые коррупционные истории, как какой-нибудь Павел Павлович Бородин приватизировал дачи или зарабатывал на реконструкции Кремля, это бывший руководитель управделами президента при Ельцине. Тоже жутко коррумпированный человек, но по сравнению с тем, что происходит сейчас, все, что было в 90-е в плане коррупции, кажется просто детской забавой. Сейчас воруют, ну не то что вот откаты какие-то, несколько процентов, как были в 90-х. Сейчас откатывают там половину, откатывают 70-80 процентов от суммы госзаказов. Гигантские суммы уходят просто в качестве наличных чиновникам, их семьям и лично Владимиру Путину на его многочисленные хотелки. Человек получил все, что хотел. Дворцы, яхты, гимнасток, бесконечное количество денег. Что же потом хотеть человеку, когда у него уже все есть? Он начинает хотеть распространять свою власть, влиять на другие страны, заниматься геополитикой, думать о том, чтобы его включили в учебники истории не как Владимира, строителя дворцов, а как Владимира, собирателя земель. И сейчас то, что мы наблюдаем, это прямое следствие того, что когда-то Путин смог украсть выборы, смог украсть суды и смог получить доступ к бесконечным деньгам. Формула, которая позволила Путину стать диктатором и убийцей, коррупция плюс неограниченная власть. В 99-м новый президент получил в руки страну с конкурентными выборами, независимыми журналистами и интересующимися политикой гражданами. Эти неудобства демократии довольно быстро начнут мешать Путину, и он начнет уничтожать гражданские права и свободы. За два десятилетия Путин не просто выстроит вертикаль власти, но и откровенно наплюет на главный документ страны – Конституцию. Сценарий сказочный, из области фантастики, так заявил сам Арестович. По его мнению, Запад может опомниться и придать Украине огромное количество оружия, другой помощи, что, конечно, продлит агонию. Глава МИД Украины Кулеба официально заявил, Зеленский же в Вашингтон полетел, что Киев готов, далее прямая цитата, попрыгать и даже поплясать. Если потребуется это, и его попросят сделать это, западные партнеры для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления Украины в Союз.